доброе утро всем пришла с прогулки с палками ходила сегодня у меня 6 километров я прошла сегодня погода хорошая вчера же не ходила вот решила сегодня побольше пройтись кинза стала рянуть сейчас сделаю коктейль зеленый позавтракаю положу киви банан я очень люблю кинзу ну вот бананчики и кинза воды наливаю вот видите рожь начала прорастать видите уже росточки ее уже можно есть потому что рекомендация вот от производителя ну желательно где-то два-три миллиметра когда вырастает чуть побольше может быть уже можно есть тогда самое полезное они будут уже добавлять салаты рожь выросла айос почему-то не растет странно может потому что старый сегодня достала грибы хочу сделать грибы с со сметаной сметанном соусе очень вкусно получается вчера гречу сварила так что греча есть разнообразие вот такой коктейль получается зелененький очень вкусно и полезно я делаю всегда где-то на два стакана чтобы наесться сейчас уже 12 час дня я долго сегодня ходила я час где-то больше даже часа ходила только пришла немножко под замерзла правда но все равно хорошо у меня есть родственница вот она во все это никогда мне не верила то есть все время говорила все это ерунда и так далее вот сильно заболела сильно заболела вот а я к тому как раз когда сидела на сыроедине три года я очень хорошо постройнела такая вес у меня был 48 килограмм я прекрасно себя чувствовала выглядела очень хорошо вообще помолодела и мы как-то встретились они приехали в санаторий я как раз в Псковской области жила они приехали в санаторий Хилова туда в Псковскую область вот встретились она говорит ты прям как будто молодеешь ну в обратную сторону вот а я пила зеленые коктейли каждый день в общем каждый божий день я это все рассказала ну она говорит да ну если б я одна жила а вот с мужем его надо мясом кормить и так далее и тому подобное вот и понятно что она не стала этим заниматься но у нее уже несколько операций было у нее рак вот и понятно что человек хватается за каждую соломинку поехала на родину а там у нее тоже наша общая родственница но я сама не знала а она тоже сидит на зеленых коктейлях тоже пьет очень часто почти каждый день она плюс собирают дикоросы то есть дикие травы там одуванчик крапиву и так далее ну я тоже так пила очень ну когда вот свой огород был они же вообще очень полезные и она там была целый месяц или полтора месяца все лето и каждый день она и родственница ей делала вот этот коктейль зеленый и когда она приехала домой у нее там были очередной как бы процесс сдачи анализов и когда она сдала кровь она говорит у меня такой крови уже давно не было то есть кровь очистилась вот при помощи зеленых коктейлей и говорит а что вы делали прямо вы так хорошо ну как бы у вас и кровь почистилась и хорошо то есть она хорошо себя стала чувствовать намного вот но сейчас так как она живет на севере она перестала опять этим заниматься ну и лень матушка как говорится я сама ленюсь раньше каждый день пила а сейчас не каждый день пью в Санкт-Петербурге жила там есть иной рынок такой достаточно дешевый я туда каждую неделю ездила закупаться фрукты овощи вот брала сразу много килограммами ну и закладывала в холодильник и раз в неделю и зелени также и зелень там ну такая свежая свежая прямо разнообразная вот много там всякой и базилик и мята и кинза и укроп петрушка ну много разной травы бала сельдерей и всю зиму пила вот эти коктейли зеленые и не только зима но лето весна ну и к тому что если не хватает вот зимой можно и на рынках покупать в магазине ну хоть что-то хоть какие-то это вот мой завтрак в двенадцатом часу дня так что рекомендую те кто не знает у кого есть блендер делайте зеленые коктейли ну это вот хотя бы если не меняете свое питание не меняете допустим не пью не продолжаете есть там все подряд вот рекомендую просто добавьте в свой рацион первое зеленый коктейль ну пусть не каждый день ну хотя бы там два раза в неделю это раз и второе это больше ешьте овощей овощи очищают кишечник очень хорошо любой врач вам посоветует ну нормальный врач который понимает это все да вот посоветует хотя бы начать с овощей если фрукты фрукты же мы не приучены есть а овощи это все таки вот особенно наши овощи ешьте каждый день у меня каждый день ну вот ведь я вот стала сейчас снимать специально да чтобы вы видели рацион да то есть у меня каждый день на столе какой-то салат то есть обязательно это обязательно условие либо это свекла либо это сегодня будут хочу потереть редьку еще рекомендация фрукты ешьте ешьте в первой половине дня старайтесь есть в первой половине дня они лучше усваиваются овощи можно есть лучше во второй половине дня то есть салаты ну с обеда и позже тогда усвоение будет лучше намного и не ешьте овощи после ой не ешьте фрукты после еды и не пейте во время еды ну вот как бы это вот такие основные условия потому что у вас вода разбавляет ваш желудочный сок и все что вы поели неправильно перерабатывается то есть у вас кишечник работает по-другому вот от этого всякие язвы и все остальное поэтому вот кушаете либо за полчаса до еды либо уже после после еды это надо чтобы прошло время час если мясное или даже полтора часа старайтесь не пить вот лучше за полчаса попейте до еды или за 15 минут хотя бы и потом кушайте вот это потому что ну это очень важно для здоровья для вашего кишечника потому что все идет от желудка воду не пить во время еды фрукты есть до обеда а овощи во время обеда и после обеда вот ну кто кто хочет делайте зеленые коктейли вот желательно делать ну и двигайтесь вот кстати бег замените ходьбой ходьба это одно из лучших бег бег это не сильно хорошее занятие для нашего организма ну как бы это мои рекомендации напила себе коктейли почти три стакана выпила получилось у меня в этот раз очень вкусно вот сюда в прихожей на место вот этой лампочки я купила уже давно светильник но еще не вешала надо сейчас его открыть посмотреть может быть повешу сегодня его вот такая я думаю что неплохая красивая коричневая видите деревянной вставкой как тут вот коричневая еще раз всем привет смотрите купила вот такое рисование по номерам не знаю кто то видел может быть это в светофоре у нас было слушайте разобрали быстро сто чем-то рублей то есть рисуется целая большая картина она рисуется по номерам тут идут уже в комплекте краски кисточки рамка вот такая с холстом вот и разные картинки купили две штуки с Женей она одну хочет в подарок там подруге своей которая тоже любит творчеством заниматься так далее вот такой я не знаю видно вам не видно лесенка в зелени вся вот такой рисунок есть и вот такой рисунок замок тоже в зелени я вот думаю какой мне выбрать в общем надо что то выбрать одно потому что пока Егорка в садике с ним то особо не порисуешь вот он будет лезть и мне не сосредоточиться будет а я хочу хоть какие то часы ну вот порисовать не знаю оба обе картины красивые мне хочется обе порисовать но надо что то выбрать может у кого то есть опыт рисования таких картин было бы интересно узнать вот вот если есть кто то рисовал уже может быть есть фотографии вот этого рисунка как вообще рисовали у меня вконтакте есть группа и есть моя страница знаете да как перейти на нее на основной странице на главной на заставке где написано свободная жизнь в правом нижнем углу есть значки инстаграма контакта и так далее там выход на мою страницу свободная жизнь вот туда можете кликнуть у меня страница закрытая но вы если постучитесь я вам добавлю друзья вот и в принципе там если ну как бы можете мне сбросить свои рисунки тут как-то мальчик михаил такой прям очень понравился мальчишка он мне написал что вдохновленный вашим примером он сделал ремонт на балконе на своем слушайте так здорово сделал и он мне скинул фотографии потом когда он сделал эти я была просто очень ну как бы рада что человек вот просто посмотрел мой канал тоже вдохновился примером и сделал красоту такую на балконе очень красиво он сделал вот поэтому я рада значит не зря все таки мой канал существует и как-то немножко вдохновляет моих зрителей на различные вещи вот поэтому если есть пример вот таких да кто делал скингси я посмотрю как это или и тяжело ли это рисовать вот я просто еще не пробовала руки все не доходили а сейчас немножко ремонт под закончился ну там мелочи конечно остались еще много чего но я потихонечку копошусь но не хочется как бы себе для души да заняться вот такими вещами вот подскажите мне ладно кто у кого есть может быть научусь рисовать живопись я очень люблю я все хочу пойти у нас в доме дружбы проводятся курсы мастер-классы там разные художники есть акварелисты то есть живописцы то есть те кто маслом рисует есть женщина она короче на ткани на ткани всякие картины очень красивые вот ну в общем мне хочется походить конечно ну вот не знаю получится не получится сейчас жду от вас комментариев по рисованию теперь по поводу соков да то что вы там написали что тут фруктоза большой инсулиновый скачок и так далее я с этим совсем не согласна что вы пишете вот единственное условие ну как бы я хочу чтобы вы первое не надо пить соки много то есть не литрами пить но один-два стакана в день они не повредят то есть все будет хорошо плюс не пить на голодный желудок это второе условие я забыла об этом сказать тем людям которые смотрят ну мало ли вот и самое главное вот такие соки как допустим грейпфруктовый у меня раньше кстати болел желудок еще ну в юности вот я уже рассказывала об этом я когда в углич приехала тут есть минеральный источник я все время пила эту углическую воду слушайте и у меня желудок перестал болеть может быть это повлияло может быть я меньше стала есть мясо вот этих блюд да то есть в любом случае я у меня организм начал перестраиваться и есть очень много фруктоедов которые ну сидят чисто на фруктов да так что в принципе соки грейпфруктовый апельсиновый если вы только начинаете их пить много не пейте это раз и можно разбавлять обычной водой кстати грейпфруктовый я так и делаю я редко его пью в чистом виде наливаю где-то 60-70 процентов сока и остальное разбавляю водой когда это и усваивается ну полегче да и не вредит для вашего организма поэтому те кто никогда не пил соков вот начинайте пить с осторожностью не небольшими много не пейте то есть 1-2 стакана в день этого достаточно вот кстати у меня соковыжималка я не скажу что она там но она хорошо выжимает но тут мякоть все равно какая-то остается и поэтому я пью совместно с небольшой мякотью а если делать это в блендере допустим перемалывать то там вообще мякоть остается вся в общем не знаю я люблю соки я люблю соки и я не скажу что я прямо много их пью да я пью понемножку понемножечку 1-2 стакана в день достаточно тем более кроме соков я же еще много чего ел другого вот поэтому зимой витамины очень нужны и я считаю соки нужно пить зимой в особенности коктейли зеленые соки вот тоже кстати по поводу еды да лучше еду делать на один раз и потом ну сразу все съедать чем потом разогревать и это на сто процентов правильно потому что чем больше разогреваешь тем меньше остается микроэлементов мне сегодня что-то какая-то апатия лень у меня сегодня напала лень ничего особо делать не хочу ну так конечно позанималась там дома тоже поразобрала что-то вот живем же в одной квартире и когда приехали все как говорится свалили в кучу и вот приходится сейчас понемножку разгребать и главное сильно то не разгребаем потому что если получится все как мы планируем да купить еще одну двушку что мы разберем все ну разберем а потом снова собирать и перевозить все конечно это не скоро там но надеюсь надеюсь жилье к сожалению квартира пока не продается какой-то стопор не знаю почему рынок стоит ну то есть есть конечно продажи разговаривала вчера со своей со своим ну женщина риэлтором знакомым с питером она говорит ну шатковалка то есть какие-то квартиры продаются какие-то стоят уже тоже по полгода и так далее и в основном сейчас все что покупается ипотечные ипотека вот ипотеку люди берут поэтому не знаю я уже и цену снизила звонки есть но их немного и просмотры есть но тоже немного вот конечно бы не знаю может быть самой поехать хорошие фотографии сделать потому что я выставила фотографии там не очень ну так себе вот это хороший профессиональный фотографии сделать у меня к сожалению фотоаппарат сломался у меня есть хороший профессиональный фотоаппарат Canon я бы могла и видео снимать на него но у меня либо он сам сломался я его уронила к сожалению вот и то ли у меня этот как он называется объектив сломался не знаю в общем короче не щелкает затвор надо отнести в мастерскую в какую-то вот надо найти есть ли тут такая мастерская еще фотоаппарат дорогой я в свое время за него заплатила вместе с объективами 40 тысяч то есть хороший фотоаппарат зеркалка все но не знаю теперь где отремонтировать если просто поменять объектив я посмотрела но в пределах 10 тысяч объектив только стоит но сейчас у меня таких лишних денег нету вот поэтому и видео снимаю на просто на телефон если была бы камера хорошая то конечно и качество видео было бы намного лучше я прекрасно все понимаю иногда звук страдает иногда еще что то но это не от меня зависит это просто зависит от телефона на которое я снимаю хорошая аппаратура я сейчас вот узнавала ну все планирую поменять да ну чтоб так нормально в пределах 100 тысяч все чтобы вот купить все и микрофон не купила у меня есть микрофон для петлички но он не подходит на этот телефон я уже перепробовала все там даже переходники купила не работает с этого телефона этот этот микрофон я не понимаю почему там настройки вроде поменяла все в общем короче так что я сегодня бездельничаю практически сейчас поеду скоро за Егором я сегодня что то долго ходила и так немножко подустала и замерзла вот чувствую что под замерзла вот залезла в ванну покупалась благо никого нет хорошо тишина вот я люблю иногда дома побыть одна в спокойствие посидеть подумать позаниматься чем то я очень рада что вы многие мне пишите спрашиваете советуете рекомендуете хорошо что есть постоянные подписчики уже так приятно с ними общаться уже как родные люди стали многие начали мне писать еще с прошлого года когда у меня еще был дом вот который я отремонтировала вместе с дочкой сама тоже у меня кстати кто не видел видео есть посмотрите дом в деревне называется и там плейлист дом в деревне и я там рассказываю как и как мы ремонтировали дом что мы делали и так далее так наверное на сегодня все я может быть ближайшие ближайшие дни проведу стрим вечерний вот правда я не знаю может быть в субботу это получится в субботу может часов семь восемь если у вас есть какие-то вопросы конкретно может быть заранее вы хотите задать мне эти вопросы и так далее я бы тогда провела стрим может быть пообщалась бы с вами давно я не общалась не делала вечерние стримы ну а на этом все всего доброго хорошего дня всем до свидания подписывайтесь на канал ставьте лайки кто хочет всем удачи